У нас сегодня много, и примите приветствие из Джорджии, из нашей церкви. Церковь молилась, благословляла и передавала вам всем сердечный привет. И я рад приветствовать всех вас, дорогие братья и сестры, именем Господнем. И смело могу сказать, святые, освященные, избранные Богом, праведники и оправданные кровью Иисуса Христа. Вместе с вами мы желание прославить Бога и сказать, слава Богу нашему. Мы знаем, потому что мы все покаянные и все каемся в нашей жизни. И что лежит у меня сегодня на сердце за это краткое время поделиться, это, чтобы мы ободрились, чтобы наш дух поднялся для служения нашей жизнью живому Богу, который для этого и предназначил нас на этой земле. Он открылся для нас, он позвал нас. Знаете, когда мы не знали Бога, или кто-то вообще из этого мира не знал Бога, времени от времени он слышал ясно и четко, что Бог зовет его к покаянию. И когда человек отозвался на этот зов и принял спасение, и что часто удивляет меня, когда я смотрю на нас, которые выросли в христианских семьях, и которые только что пришли из этого мира, которые попробовали этот мир, и что нет там счастья, нет там радости для души, нет там мира и покоя, которые они теперь обрели, они не имея знания о Боге, будучи только прощены, будучи только младенцами во Христе Иисусе, но делясь этой радостью, этой переменой своей жизни, они приобретают людей для Господа, своим свидетельством, своей переменой своей жизни. А мы христиане, которые, так скажем, с детства знаем о Боге, и много нас поучали, и мы научаемся из Божьего Слова, бываем на собраннях, часто сами себя тормозим в этом деле. Мы считаем себя как бы недостойными, еще несовершенными, еще такими слабыми, и как бы тормозим сами себя, и не делаем точно, что призвано. Даже прославить Бога, бывает нет дерзновения у христианина. Вот сдать Богу славу, как написано в муже, чтобы воздевали чистые руки без гнева и сомнения, потому что что-то, знаете, в нашем сердце что-то нам напоминается, где-то что-то посмотрел, где-то что-то помыслил, и мы, христиане, все-таки должны, должны уразуметь, кто такой я плотской, и если живу по плоти, и что такое моя плоть и греховная натура, и что все-таки такое то, что подарено нам живым Богом во Христе Иисусе, это оправдание и очищение, хвала Ему. Поэтому я смело на основании Божьего Слова мог заявить и поприветствовать вас, как святых и как избранных Божьих. Апостол Петр пишет к верующим такие слова, «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы, дабы возвещать, что-то делать, не молчать, не ждать, когда я к какому-то совершенству дойду, не ждать, что я как-то больше вырасту. Да, процесс роста нужен быть. Когда человек покаялся, принял Иисуса Христа, он еще в младенческом состоянии. И этот же Петр говорит, «Вы возлюбите Слово Божие». Это как словесное молочко, чтобы возрастать. И когда мы возрастаем, братья и сестры, тогда мы и немножко лучше пищей, и тяжелее пищей питаемся. Но это не говорит о том, что мы не можем быть свидетелями. Это не говорит, что мы просто остаемся грешниками. Дорогие мои братья и сестры, новый род избранный. И написано, чтобы возвещать совершенство, совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И так я хотел бы немножко сказать о праведности, о праведности Божией, которая нам дана. Если мы читаем послание кремлянам, я советую всем опять по-новому прочитать послание кремлянам, послание к Галатам, другие места и священности, апостол Павел и апостол Петр объясняют, что мы и какое богатство, благодать и Божие мы имеем во Христе Иисусе, чтобы нам приходить с дерзновением. Потому что иногда, к сожалению, такое бывает, что человек верующий, или будучи всю жизнь верующий, иногда боится принять тело и кровь Иисуса Христа, считая себя каким-то особым грешником. Сегодня, братья и сестры, я не проповедую тем, которые рабы греха, которым нужно покаяться. Потому что мы покаялись, а покаяние – это изменение нашего разума. Это полностью поворот, это уже не моя воля. Это твердое решение, что я уже не живу, как я хочу, что я уже не живу так, как мне хочется, идти в ту сторону, но я ищу Божьей воли, я желаю угождать Ему, и я не желаю уже грешить. Хоча мы много, апостол Яков пишет, согрешаем. И как бы нам поставить вот это, знаете, на какой-то баланс сделать в нашей жизни из этих местов, где показывает нам Священное Писание, что мы праведники, что мы святые, и другое место, что мы грешные люди. Сегодня, конечно, на это нет времени, но давайте мы немножко посмотрим кратко об этом. Апостол, извиняюсь, Иоанн Креститель, когда проповедовал, говорил о том, что всякий долг да наполнится, всякая, говорит, что да понизится. Об этом сегодня я хотел бы сказать, чтобы кто сегодня себя занижает, чтобы ты сегодня поднялся и уразумел, что ты есть во Христе Иисусе, чтобы ты приходил к престолу благодати Божией с дерзновением, и был угоден Богу и служил Ему. Ты можешь это делать, потому что Павел сказал, не я, а во Христе Иисусе все могу, хвала Богу нашему. И если кто-то, и человек способен также себя завышать, завышать, что он, знаете, что-то, к сожалению, среди нашего народа славянского, замечается такое, что человек себе поставил какие-то условия, какие-то рамки, такие, что если я делаю вот это, и вот это, и вот это, а вот этого не делаю, вот тогда я святой. Если из того, что я представляю себе или поставил вот эти какие-то правила и законы, тогда я праведник, тогда я неправедник. Нет, дорогие братья и сестры, когда мы во Христе Иисусе, мы праведны, и мы святые, сами по себе мы никогда не станем церковью святой и не имеющей порока. Это только в Иисусе Христе. Я хотел бы взять даже три праведника, которые Бог называет их праведниками. Один из них это Ной, второй из них Даниил. Второй из них Даниил и третий из них Иов. Это были праведники. Их больше в Священном Писании мы видим. И мы видим, давайте скажем, о таком праведнике, как Лот. Выборг сделал неправильно, надо Аврааму было это дать предпочтение. И вроде бы и направился куда не надо, вроде бы и в город зашел. И Бог называет его праведником. И Слово Божье говорит, чтобы мы делали себе оценку. И на условии Слова Божьего это делали. Сам их себя исследуйте. Исследуйте Писание. Вникай в себя и в учения. Занимайся всем постоянно. Дорогие братья и сестры, но самое лучшее, самое яркое, то, что обнаруживает нас, это свет. Это Божье присутствие. Когда Бог освятит меня и тебя и освящает своим светом, вот тогда я увижу, или я занижаю себя, или я то возвышаю себя. Мы читаем в Исаии, в 6 главе, Исаия, пророк Божий, который устами своими возвышает и передает Божье Слово. И написано, когда он увидел славу Божью и увидел, как Серафимы устами своими прославляют живого и всемогущего Бога, то закричал. Исаия, что случилось с тобой? До этого времени ты не видел своего такого состояния, но в Божьем как раз присутствии он увидел, что его непорочность, его праведность, она как запачканная одежда. И когда только Серафим очистил его уста, он сказал, вот я, пошли меня. Он был готов. И это важно понимать каждому христианину, что моя праведность, мои старания, они драгоценны пред Богом. Бог это считается и называет меня праведником. Но мое настоящее оправдание это Иисус Христос и Его жертва. Хвала Ему. И вот один из таких праведников, который Бог называет, это Ной. Но, дорогие братья, написано, характеристику Бог дает о Ное. Праведный, праведный человек. Но что спасло все-таки Ноя? Что эта праведность дала для Ноя, для Бога, чтобы спасти Ноя? Написано, Ной же обрел благодать в очах Господа. Вот на что я и ты должен уповать, на Божью благодать, незаслуженную нами милость Его. Хвала Ему. Потому что, когда Бог говорит об этих трех человеках, и Он говорит о том городе, который в беззаконии находится, говорит, если три праведника здесь бы в этом городе находились, Ноя, Даниил и Иов, они бы своей праведностью не могли бы спасить этих людей. Остались бы живы на этой земле, только они, они даже не могли бы спасти своих детей и сыновей. Но Ной спас своих детей и сыновей, братья и сестры. Потому что написано, Ной обрел благодать в очах Господних. И этот праведник уповал не на свою праведность, но на Божью благодать. Следующий человек, это Даниил. Бог называет его праведником и пророком. Он имел прекрасные откровения от Господа. Даниил ходил, и это еще с юношества положил, и даже с отрука, будучи отруком, положил в своем сердце не оскверняться. И когда мы читаем молитву, исповедание и покаяние этого человека, этого праведника, то этот праведник, он не на свою праведность тоже уповает. А он в своей молитве говорит Господу такие слова. Господи, не на свою праведность уповаем, но на Твою великую милость. Аллилуйя. И так мы уповаем на Божью благодать. И мы должны уповать на Божью великую милость. Хвала Ему. И сегодня уже брат передо мной напоминал о том месте, когда Моисей находился под рукой Божьей в ущелье скалы, когда слава Божья проходила сам всемогущий Бог. Я напоминаю, еще о том, старый завет, а то еще, когда закон даже починался. И Бог говорит, я любящий человека, и я любящий миловать. Хвала Ему. Дорогой брат и сестра всегда и во всякое время иди к Богу милующему, ибо Он любит миловать. Знаете, во время закона, по закону Моисея, женщину, которую привели к Христу, ее нужно было побить камнями. Это по закону. Но какая счастлива эта женщина, что ее привели ко Христу. Аллилуйя. Даже во время закона, когда нужно было побить ее камнями, но эту женщину они не привели. Если к священнику привели, побили б камнями. Если вдруг к какому-то фарисею побили б камнями. Если даже к какому-то праведнику привели, ну по закону надо было побить камнями. Дорогие братья и сестры, но к Иосифу наверное не было, потому что Иосиф там нарушал муж Марии будущей, муж Марии, где родился Иисус Христос. Написано, муж Иосиф, будучи благочестивым, ведь что он сделал? Он хотел тайно отпустить, то есть как-то обойти, по благодати поступить. И вот Даниил, дорогие братья и сестры, он уповал на милость Божию. И третье, и мы будем заканчивать, это Ио. Ио, который был праведным на земле, и в то время не было такого человека на всей земле. И когда пришли его друзья, прекрасные друзья, и когда слушаешь все это, они все говорили, Даниил, ты не прав, потому что Бог прав, Бог справедлив, Бог никогда не попустит в человека жизни никаких таких страданий, если человек не нарушит его волю. Даниил, где-то ты что-то не заметил, Ио говорит, нет, если я делал и так не поступал, пусть там плечо отпадет, плюс то будет со мной, то он смело мог заявлять, он был добрым человеком, он был праведным человеком. И единственное, что жаждал, когда мы читаем книгу его, он жаждал и говорит, Господи, мне быть, вот где Бог, почему он скрывает свое лицо? Я хочу говорить, я хочу состязаться с Богом. Это праведник. И он говорит, я хочу с тобой состязаться, я ничего не сделал, почему ты это сделал для меня? Почему ты так со мной поступил? Я готов с ним состязаться. Это слово Иова. И пришло то время, которое он ожидал, и Бог заговорил до Иова. И у Иова было много вопросов, и он был готов состязаться с Богом. Но когда пришло Божье присутствие, но когда пришла Божья праведность и Божья святость, то святость и праведность, Иова оказалась очень маленькая. И он, этот Иова говорит, я говорил, теперь говорить не буду. Все, я теперь больше, у него уже не стало слов. И он восклицает такие прекрасные слова, а я знаю, искупитель мой жив. Аллилуйя. И Слово Божие говорит, что это праведники, которые умерли еще до пришествия Иисуса Христа. Они умерли в вере, в жертву на Иисуса Христа. И они таким путем, потом их забрал Иисус Христос в Вечное Царство, в свое уже Царство от смерти, где они находились. Другие братья и сестры, Иов тоже, оказывается, перестал уповать на свою праведность, но увидел и узнал того, который искупит его, искупит все вселенное, все людство, человечество. Это Иисус Христос. В нем мы имеем мое время, другие братья и сестры, вышли, вышло, я прочитаю, заканчиваю несколько стишков. Что же нам делать оправданным, живым и святым, и для кого нам жить? Второе Коринфиана, пятая глава с пятнадцатого стиха. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже... Значит, пятая глава с пятнадцатого стишка, второй Коринфиан. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. Вот для кого сегодня я и ты должен жить. Не надо себя унижать, понижать ниже того, что нужно. Надо понимать, что по плоти, как апостол Павел восклицал и говорил, бедный я человек, кто избавит меня от всего села смерти. Но это не устанавливало апостола Павла. Он говорит, я каждый день умираю. Он говорит, я сораспялся Христу. Когда мы, братья и сестры, заключали завет с Господом, то в это время мы показывали, что мы умерли, и теперь мы живем для Бога. Чтобы мы уже жили не для себя, но для умершего. И как часто вот эти недостатки в нашей жизни, они нас, нам не дают подняться, они нам не дают трудиться, они нам не дают славить Бога от чистого сердца. Дорогие братья и сестры, вот эти обвинения приносит к нам никто иной, как дьявол. Когда человек согрешит, Дух Святой обличает его. И что делает человек? И должен делать это исповедать, признать, что это грех. И покаяться в этом грехе. И сразу же принять благодать и великую милость Божью, дорогие братья и сестры. И принять это искупление, где Иисус Христос искупил нас от греха. И жить дальше для Бога, не оставаться в этом состоянии. И даже написано, праведник всем рассвободит и всем расстанет. Почему он праведник? Потому что он встает, и он идет. И так, 21 стих. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведниками пред Богом. Мы будем молиться. Аминь. Иисус Христос искупил нас от греха.